друзья ну что утро началось день ночь точнее прошла очень хреново я просыпался мотоцикл находится у меня снутри я сейчас вам это покажу все очень странный хостел здесь есть парковка на самом деле по кухне так как мы находимся живем типа в гараже два раза мой мотоцикл залазил какой-то чувак или какие-то чуваки потому что саша открывались замки шорканье поэтому я спал часа четыре наверно силы на утро началась какая-то тема все начали лазить ползать вы можете увидеть какой интересный своеобразный хостел рассказать хостел в хостел он самом деле оказался он такой даже неплохой ребята все идут на встречу к сожалению ну опять же я не рекомендую ставить два раза я ночью просыпался того что лазили по моим вещам я слышал как люди шоркались хорошо что у меня слух такой боевой как помню с ильей когда в гондурасе вы ночевали в гараже когда там это ползал я стоял с мачете около входа или ядры так вот что у меня значит резина слазит здесь мне поставили заплатку и стоит камера я надеюсь она не спустит сейчас я еду тут нашел очень много магазинов дукатти карли дейвингсон ктм так что я думаю есть все шансы найти резину правда сколько она будет стоить узнаем дальше приехал первый сервис тут у нас команды нельзя вроде такой что-то серьезная техника даже смотрите какая весь крутая покрышка для езды на песке очень классная штука короче заточены ребята так неплохо и наконец-то что-то хоть есть серьезная из техники но в основном конечно баги но все же шину покрышку она будет где-то наверно в течение часа я сейчас иду прогуляции как раз покушать мне сказали как раз в том направлении что-то будет колесо мне обошлось 120 долларов поставлю я уже 150-е два сантиметра больше у меня стоит 130-е 120 долларов это нормальная цена феррели ну и еще мне остаются сальники замена масла так что есть шанс что сегодня в хостеле наконец-то я поставлю мотоцикл внутрь и я не буду париться за него даже есть одна девчонка с испании такая ничего я с ней договорился что возьму небольшой интервью хоть она начала путешествовать недавно ну и конечно наконец-то надо сделать видео и закачать потому что уже штуки три ролика надо подготовить материал достаточно много а вот особенность перу в том что все только виза кому-то mastercard для них это просто что-то страшное почему так не поймешь везде говорят только виза только виза хорошо что у меня есть виза и mastercard поэтому рекомендую ребята особенно для перу лучше узнавайте какая картами какими лучше всего пользу потому что здесь есть какая-то проблема моё новое колесо road ах разница чувствуется я надеюсь что она на дольше хватит 74 сиси это хорошо теперь она у меня стоит большое красивая сейчас мне вешают некоторые стикеры и нам на фотографируется и мы продолжим дальше путь поищем в некоторых магазинах еще варианты сальников и замены масла красота представляете какая-то дура какая-то мощь я даже не знал что командный бомбардер делает такое как красивая нового ктм наверное восемнадцатого года электроника вся фигня какая была а теперь смотрите свеженькие триумфы честно мне трюк не очень нравится вот варианты только эти большие литровые а так я бы конечно взял бы тигр 800 правда есть пару вариантов таких которые эти крутые кофе рейсер как вот например этот смотрится они конечно классно прикольно осознавать то что ты находишься в перу и тут такие крутые магазины как раз который у меня был супер мото стоит аж 29000 делим это все на 3 вот вам дверку 200 15 на 3 это 5 что-то до хренища стоит она дешевые варианты с двадцать пятки стоит 1200 у нас еще сузуки в эстром какой-то мало кубатурный аж тут ничего себе дейл 650 нормальный 40 это дорого в магазине я нашел все что мне надо есть все вещи никто не крутит у виска говоря какой у меня странный мотоцикл так что имейте на заметку что в лиме вот этот магазин можно купить в принципе все что вам необходимо цены конечно дешевые но сальники я купил за 12 долларов просили записать хостел вот моя кровать дверь за ней стоял тогда первый раз мотоцикл сейчас вам покажу поднимемся наверх где наша кухня вот нарисовано очень основном все хостелы все сделаны творчески берут волонтеров люди бесплатно рисуют в основном мачу-пичу есть видеонаблюдение очень удобно когда есть разные такие вот металлические ящики блокеры желательно конечно иметь много туалетов все же очень часто бывает что туалетов мало и хостелом сложно работать кухня вот такая и здесь у нас ланч зона даже есть варианты как люди живут в палатке не знаю на сколько они платят но есть палатка такой вот у нас вид с нашей небольшой крыши и даже наверху есть также палатка сейчас покажу как она выглядит здесь люди все сушат свои шмотки и вот пожалуйста люди вот такие живут бомж трипом